Строительство альтернативной трассы Джалабад-Балакчу выполнено на 40%. Объем работ разделен на три фазы, в самом разгаре первые две. По плану будет построена дорога протяженностью 115 километров. Подробнее о ходе строительства дополнительной дорожной магистрали расскажет Усен Кульбаев. Самый сложный объем работ подрядчику предстоит выполнить при строительстве тоннеля протяженностью более 3 километров. Трудно возводимый объект предстоит проложить через вот этот высокогорный перевал Кок-Арт, расположенный на высоте 2500 метров над уровнем моря. Сейчас одновременно начались работы и с южной, и с северной стороны перевала по прокладке тоннеля. Мы намерены до конца года проложить один километр тоннеля. Для этого прилагаем все усилия. Строительство дополнительной альтернативной дороги разделено на три этапа. Сейчас первые два в самом разгаре. Финансирование идет в полном объеме и без задержек. На второй фазе строительства нет 80% дорог. После 30 километров, после Сары-Камыша проходим высокие скалы. С одной стороны река Кокомерен, чуть далее река Нарын, вверху снежные скалы. Нам придется выполнить очень сложный объем работ в условиях высокогорья. По словам ответственного инженера Кубанышбека Ормонова, работы ведутся по всем требованиям строительных норм. В отличие от других дорог, по альтернативной можно будет перевозить грузы до 12 тысяч тонн. А ближайшее время будет сдана в эксплуатацию дорога, соединяющая села Кызыл-Джилдыс, Орал, Джумгайского района протяженностью 12 километров. Самое главное это туннель. Если мы этот туннель в течение 17 до 17 года пробьем, это считайте, что это наша победа. Это с двух сторон, это дорогу строить нам легче всего. Вот самое главное надо пробить туннель. Это местность очень сложная, горная местность, здесь есть обвальные места, здесь очень много лавин опасных мест. Конечно, мы эти инженерные сооружения полностью ведем, полностью изучили. За качеством строительства ведется постоянное наблюдение. Протяженность новой высокогорной дороги составляет 433 километра. Это на 330 километров короче действующей трассы Бишкек-Ош. На строительство не менее стратегической магистрали предусмотрено 850 миллионов долларов. По плану новая дорога будет завершена через два года.